Снег постепенно исчезает, а мусор на тротуарах, автобусных остановках, обочинах дорог остается. Один из ярких примеров – в Бердске замусоренная конечная остановка торговый центр. Десятка бычков, пластиковых принадлежностей остается на месте отстоя транспорта. Торговый центр – конечная остановка многих автобусов и маршруток. И не только транспорта, но и твердых бытовых отходов. Пластиковые ложки, чайные пакетики, стаканчики, фантики от конфет остаются здесь навсегда. Убирать их, видимо, никто не желает, хотя, по утверждению многих жителей близлежащих домов, мусор здесь убирают часто. Я вижу, каждый день убирают, но людей, конечно, недостаточно. И люди, наверное, еще тоже. И урны вот так-то стоят кое-где, можно кому-то и в урны что-то бросить, бумажку. Что сделать? Сами мы еще много мусорим от этого. Такой мусор большой убирают, а вот мелочь – это тоже наш человеческий фактор, что мы сами так относимся к своей чистоте. В нескольких метрах от остановки водители маршрутного транспорта останавливаются на короткий перерыв между рейсами. Шоферы успевают перекусить, выпить кофе, немножко отдохнуть. Специально организованного места для водителей здесь нет. Не организовано ничего для них, нет стоянки, значит, тут нет. Вот и все. Здесь это самое просто, автобусы стоят. Но для шоферов же должны здесь стоять юрмы какие-то? Ну, естественно. Но они вот стоят и там, непонятно. Места просто нет у них. В местах, где останавливаются водители, много мусора. Например, пластиковые ложки для кофе, стаканчики, пачки от сигарет. Водители уверяют, что отстойника, где бы они могли отдохнуть, нет. А вместе с ним нет урн. Какого там отстойника нет? Ну, а там же стоят машутки. Ну, стоят, мало ли. Если машины там стоят, это не значит, что там отстойник. А где он у вас находится? Ну, определенного места нет у нас. А как думаете, должен он быть? Конечно. А что на нем должно быть обязательно? Вот вам, как для шофера, чтобы вам было удобно, что вам должно там стоять? Ну, условия какие-то должны быть. Ну, вы бы хотели... Первая необходимость, сами понимаете. Этой проблеме, как говорят местные, уже много лет. И понятно, что чисто там, где не мусорят. Можно ли сделать пребывание водителя между рейсами комфортным? Можно ли бы строить это место? И кто должен следить за его чистотой? Мы продолжим следить за этой темой и решили получить комментарии от руководящих структур. Спасибо.